Евгений Сальес. Подземная девушка. По дороге из Альмерии в соседний городок Адра жила одна женщина с дочерью. Они держали постоялый двор, были очень бедны, и все богатство дочери Кармен состояло в паре редких обворожительных глаз. Кармен была известна во колодке как замечательная красавица и умница, и красота ее особенно заманивала путешественников. Однажды вечером, под Ивана в день, заехали на постоялый двор два иностранца. Молчаливая, сумрачная, глаза у обоих светлые, волосы белокурые, бороды рыжеватые. Кармен приняла у них лошадей, задала корм и подивилась немало, потому что лошади тоже были какие-то странные. Морды горячие, как огонь, хвосты и гривы с блеском, и волос твердый, как стекло. Глаза же совсем страшные, смотрят, как человечие, и широкие зрачки следят за всеми движениями девушки, словно понимают все, что она делает. Рада была Кармен с ними разделаться скорее и войти в дом. Иностранцы между тем ужинали в кухне, старуха-мать ухаживала за ними, пробовала даже заговаривать, но они отделывались все тремя словами, что не скажешь ответ «да» или «нет» или «хорошо». Поужинав, они ушли в комнату, которую им отвели внизу. Старуха задумалась и руками развела над столом. — Что, мама, что ты? — спросила девушка. — Так как же! Посмотри! Костей не осталось! Они мясо с костями съели! Что-то тут неладно! — Да ведь они иностранцы, мама! — успокоила ее Кармен. — Может, у иностранцев зубы собачьи? — Пожалуй. Но вообще они чудны что-то очень. Видела ты, как светятся у них глаза точно искрятся и не говорят ни о чем. Я пробовал заговаривать, спрашиваю «откуда вы?» Один мне отвечает «да». Спрашиваю «вас когда разбудить?» Другой говорит «хорошо». — Ничего, мама. Бог даст, уедут. Завтра и расплатятся щедро. Ты дороже запрашивай только. Не бойся. Я за ужин да за ночлег полуимпериал запрошу. Таруха была сильно жадна на деньги. Через пять минут вышла Кармен на улицу. Захотелось ей взглянуть в конюшню, узнать, что делают чудные лошади. Глянула она в слуховое окошечко и обмерла. Обе лошади сидят на земле, на задних ногах, как собаки, а передними разводят по воздуху, как руками и тихо разговаривают по-испански. — Еще семь лет служить, — говорит одна, — а там опять сделают юношей и женюсь на моей Марии. Она меня ждет, бедная, не верит, что навсегда пропал ее жених. — А я-то, братец мой, — говорит другая, — мое-то какое унижение, ведь и солдат метил уже быть в жандармах сержантом, а тут вдруг эдакое несчастье, овес да ячмень ешь, когда я без чашки шоколада утром совсем дрянь, человек, жить не могу. Кармен не выдержала со страху и кубарем покатилась в дом. Мать уже спала и храпела. Легла и Кармен, но не спалось ей. — Что-то делают иностранцы, — думала она, и словно кто толкает ее. «Встань, да встань, посмотри!» Не утерпела девушка и тихонько вышла на улицу, обошла садик и прильнула к окну комнаты иностранцев. Занавески были задернуты, но немного не сходились, и вся комната была видна ей. Иностранцы в красных кафтанах сидели на стульях в двух противоположных углах комнаты и глядели друг на друга. Наконец достали книги. Первый начал читать, а сам левую рукою гладит себя по колену. И видит Кармен, у него под ладонью свивается шнурок. Скорый совсем готов настоящий шнур. Он перестал читать и перебросил шнурок этот товарищу через всю комнату. Гул прошел по комнате, словно сто голосов заговорили и смолкли вдруг. Второй начал читать, а сам шнурок тоже катает ладонью. Побелел шнур и начал толстеть. Он все читает да катает, а шнурок все толще да толще делается. И, наконец, смотрит Кармен. Свечка вышла, самая простая, обыкновенная свечка. Надо бы ей уйти. Да не могла девушка, словно привязали ее к окну. Иностранцы встали, сошлись среди комнаты, поставили свечку на пол и зажгли ее. Тотчас же фосфором запахло. Верно, сам дьявол явился к ним, вызванный чтением. Иностранцы сели около свечки и начали опять читать. Вдруг затрещал пол комнаты, покоробилась доска, лопнула и выскочила двумя кусками. Оба куска запрыгали по полу точь в точь, как юноша с девушкой танцуют фанданго. Из дыры повалил дым. Кармен была ни жива, ни мертва, но не крикнула и не шелохнулась, а решила про себя, что хоть весь дом гори, но она доглядит все, что будут делать иностранцы. За первой доской затрещали и выскочили еще несколько и так же пустились плясать. Наконец образовалась дыра аршина в два ширины, дым перестал идти, и оттуда разлилось по комнате яркое сияние. Тогда один из колдунов полез в яму, исчез, а через секунду оттуда появилась его рука со слитком золота. Второй принял золото и положил на стол. Рука опять исчезла и достала еще. Долго таскали они из ямы золото и драгоценные каменья. Весь стол был покрыт богатством, которое сияло, как солнце на небе в полдень. Между тем свечка уже догорала. Оставшийся в комнате крикнул что-то товарищу, и тот вылез вон. Свечка потухла, в комнате стало темно. Кармен точно очнулась от сна, побежала скорее к матери и все рассказала ей. Перепугалась старуха, и до рассвета просидели они, замирая со страху. Рассвело, наконец. Иностранцы вышли из своей комнаты, с одним лишним мешком позавтракали, потом сами оседлали лошадей и спросили счет. «Тысячу бесед!» — поперхнувшись, выговорила старуха, но ни один из них и не моргнул. Множество мелких монет, чистого, яркого серебра, выложено было на стол, как будто старуха попросила настоящую цену. Иностранцы уехали со двора, а обе женщины бросились в их комнату. Следов не было никаких, пол как был грязный и старый, так и остался. Подивились обе. Старуха даже заподозрила, что дочь все во сне видела. — Покопать под этим домом, — говорит Кармен, — так и мы найдем клад, я хорошо видела. Но главное, у них книги были и свеча особенная, а без этого мы ничего не сделаем. Клад нам не дастся, ибо он очарованный. Посоветуемся с каким-нибудь колдуном, можно ему за это тысячу песет за труды дать. И женщины решили, что надо на другой же день послать в Адру за одним знаменитым колдуном, приезжим с острова Ивисы. Мать пошла готовить обед, а дочь стала убирать комнату, и вдруг, выметая ссору, видала несколько кусочек стеарина и фитилек. Собрала она все кусочки и догадалась, что это остатки не той свечи, которые они дали иностранцам, а их адской свечи. Запрыгала Кармен от радости, как безумная. — Что ты? Чему радуешься? — спросила мать. — Мама, не надо колдуна, с ним делиться придется, а мы без него теперь обойдемся, я знаю, что надо делать. Подождем до ночи, и ты увидишь. Только если кто будет ночевать из проезжих, не клади их в этой комнате. Мама, мы страшные богачи будем, поедем жить в Гранаду и такую гостиницу откроем, какие только в столицах бывают. На силу дождались они ночи. В сумерки заехало ночевать трое знакомых проезжих, но их, накормив, уложили спать в другом конце дома. Сама Кармен заперлась с матерью в страшной комнате, смешала остатки стеарина, приклеила фитиль и сделав огарок, поставила на пол и зажгла. Доски пола затрещали, захрустели, поломались и с громом полетели под потолок. Земля разверзлась, но не более как на пол аршина. Сиянье столбами выливалось из дыры, и белые стены комнаты страшно олели, ослепляя глаза. Кармен, не теряя времени, бросилась к отверстию и хотела лезть, но оно было ужасно узко. «Что делать, мама?» — в ужасе закричала Кармен. «Надо спешить, огарок невелик, да горит!» Она разделась совершенно и, кое-как, ободрав бока об узкую щель, пролезла. Через секунду она стала бросать к ногам матери горстями золото, бриллианты и другие ценные каменья. Старуха обезумела, сгребая драгоценности. «Мама, мама, там громадный клад, там куча миновалена все это, в год не перетаскаешь всего!» Накидав целую кучу, Кармена решилась вылезать, потому что свечка уже совсем догорала. «Еще немножко!» — просила старуха. «Еще малость, дорогая моя! Еще горсточку, чтобы мула купить! Будет, мама! У нас уже много, на все хватит! Еще горсточку, на пару валов!» Кармен опять скрылась и выбросила еще несколько горстей золота. «Кармен, родная, если любишь меня, старуху, еще горсточку выброси, новую посудину завести!» Вдруг стало страшно темно в комнате, а гарок догорел. Старуха без памяти бросилась за спичками, зажгла свою свечу и закричала, как безумная. Пол был целеханек, Кармен в комнате не было. А вокруг старухи на полу и на столе вместо золота и дорогих каменьев навалены кучи всякого ссора, навоза и дряни. «Кармен, Кармен!» — застонала старуха и вдруг услышала из-под земли голос дочери. «Мама, мама, погубила меня твоя алчность! На веки веков останусь я под землей! Вели срыть этот несчастный дом и поставь над этим местом крест! Пусть молятся обо мне проезжие!» Старуха перебудила постояльцев, рассказала им все, как было. Они бросились ломать пол и рыть землю. Вплоть до утра и весь следующий день работали они, но ни до чего не дарылись. Ни клада, ни девушки. В следующую полночь опять раздался стон Кармен. «Не ройте!» — стонала бедная девушка. «Чем больше вы роете, тем глубже ухожу в землю! Мама, мама, за что ты меня погубила?» Прошло много времени с тех пор. Старуха советовалась со всеми умными людьми, со всеми колдунами, но никто ничего не мог посоветовать. Только даром потратила старуха все свои деньги, которые прежде скопила на приданное бедной своей Кармен. Не прошло года, и умерла старуха с горя. Постоял и двор опустел, никто не захотел вести торговлю на таком страшном месте. Проезжие не только не останавливались здесь, но старались избегать это место и проезжать мимо засветло, да рысью, да не оглядываясь. Через год в Иванов день опять слышались стоны заживо зарытой девушки. И так с тех пор и всегда в ночь Иванова дня стонет несчастная подземная девушка. Евгений Сальес. Подземная девушка. Написано в 1896 году. Рассказ читал Егор Серов. Рассказ читал Егор Серов.